Современные комфортные условия проживания для украинских военнослужащих подготовили на Закарпатье. В Мукачево закончили реконструкцию военного городка номер 13 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Работы проводили в рамках национальной программы «Большое строительство». Подробности знают наши корреспонденты. Реконструированный военный городок номер 13 отдельной горно-штурмовой бригады готов встретить военнослужащих. Они вернутся из зоны проведения операции объединенных сил в современные и комфортные условия проживания. Городок весь новый. Плац, аллейки, здания. Все. Так обновилось, что не узнать его. Иначе мы бы уехали в другое место, не там, где были. Казарма рассчитана на 125 офицеров-контрактников. Здесь блочная система. Душ и туалет на две комнаты. 27-летний Сергей в бригаде служит два года. До сих пор жил в комнате на 30 человек. С одной душевой на два этажа. Дуже-дуже сручно и не сподеванно, что так все произошло. Никто не предполагал на такой короткий час, что это все будет. Дуже задоволен, дуже приемно. Для военнослужащих здесь обустроили и оздоровительный комплекс. В Большом зале десятки тренажеров. Все по-современному, все хорошо. Дуже много тренажеров, все новые абсолютно. Ремонт новый. Душ есть. Все доброе. Тут и гантели много. Все есть, чтобы нормально заниматься. Люди за него гроши платят. У нас бесплатно. Просторная столовая рассчитана почти на 350 человек. Питание военнослужащие будут выбирать по каталогу на свой вкус. Кухня действительно даже сучастная. Подвинется на обладание. То есть, начинаете сковорить для жарки, пассировки блюд. Закинчиваете парой томатами. Какие-нибудь можно готовить. Ну, мы будем готовить майже буднику ежу за очень короткий час. Я могу есть программирование. Выначение часа приготовления, температурного режима. В городке отремонтировали центр развлечений и учебный корпус. Там бойцы изучают военную и тактическую подготовку. Не просто клуб військовой частины, а центр дозволья, который имеет и лингвистический кабинет, кабинет мовной подготовки, имеет интернет-библиотеку, имеет интерактивный тир, который имеет помещение, духовный центр, имеет пункт психологической допомоги, где будут работать психологи. То есть, то, что нам необходимо и нужно. Военный комплекс начали ремонтировать весной прошлого года в рамках национальной программы «Большое строительство». В апреле президент Украины Владимир Зеленский посетил строительство городка и поручил завершить работы вовремя. Настолько масштабный проект в вооруженных силах Украины реализован впервые. Светлана Якшина, Владимир Пикалов, Наталья Гаевская. Закарпатская область. Твой дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова